Видео подготовлено сайтом online.dz.net. Здравствуйте! Решим задание 401. Пункт А. Если придут гости, то за столом будет 8 человек, а если не придут, то 4. Насколько равных частей нужно разделить праздничный пирог, чтобы и в том, и в другом случае его можно было разделить поровну. И пирог нужно делить на столько частей, чтобы количество частей делилось и на 8, и на 4. Например, на 8 частей можно разделить пирог. Тогда, если гости придут, то всем достанется по одному кусочку пирога. Если не придут и останется у нас 4 человека за столом, то каждый человек получит по 2 кусочка пирога. Также можно разделить пирог на 16 частей. Тогда, если придут гости, каждый получит по 2 куска пирога. А если не придут и 4 человека у нас будет, то каждый получит по 4 куска пирога. Ну и так далее. И пункт Б – похожая задача. Если гость придет, один гость, то за столом будет четверо, а если нет, то трое. Насколько равных частей нужно разделить праздничный пирог, чтобы и в том, и в другом случае его можно было бы разделить поровну. Аналогичная задача, только количество здесь у нас уже разное. И тогда количество кусков в пироге должно делиться и на 4, и на 3. Например, на 12 кусков мы можем разделить пирог. Тогда, если гость придет и будет 4 человека за столом, то каждый получит по 3 куска. А если гость не придет и за столом трое человек у нас останется, тогда каждый получит по 4 куска пирога. Так что, если пирог большой это позволяет сделать, можно разделить на 24 куска. Тогда в первом случае каждый получит по 6 кусочков, а во втором по 8. Ну и выполнили задание 401. А если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.